Книга «Открытым оком», 2 том, вопрос 679, тема Святая Библия. Одинаковы ли авторитетные канонические и неканонические книги Библии? То есть обладают ли для православных неканонические книги божественным авторитетом? Почему сектанты отвергают эти книги? Разве есть в них что-то для них неприемлемое? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Если этот вопрос зададите сектантам, не рядовым, а их руководителям, показать конкретные места писания в неканонических книгах, которые противоречат каноническим по смыслу и по духу, то они ничего не укажут, кроме того, что в одном месте Сирах допускает выпить немного вина для веселья. Все это идет от нашего научения, от нежелания самому исследовать от упрямства. Один из детей многодетной старообрядческой семьи оказался у сектантов, а другой у мусульман, мамлюки, а третий при родителях. Когда они выросли, хотя они родные по крови, они были непримиримыми врагами, и никто из них по-настоящему не знал даже ту веру, в которую был воспитан. Многие держатся за церковный славянский язык, наговорят тьму возвышенных характеристик ему, но не могут перевести ни одного псалма, ни одного канона на русский язык. Неканонические книги, кроме третьей ездры, приняты соборами. На эти книги дают толкование святые ци, такие как Златоуст. Нужно уметь оторваться от своих природных корней, которым каждый гордится как традицией, истоком и народностью. При исследовании Библии это все как гири на ногах. Исследование Священного Писания должно начинаться с чистого листа. Никакой предвзятости и пристрастности. Легко обрезать все, чему ты был прежде научен, если Библия это не подтверждает, или отнести ее в разряд второстепенного. О чем никогда не стоит спорить. То есть и без принятия этого люди могут спастись. Продолжение следует...